Всем большой привет! С вами Наталья Ксенчак и сегодня я иду на работу. Сегодня третий день моей стажировки в одном из лучших бутиков Нижнего Новгорода, Luxury Store, где продаются такие известные бренды как Versace, Dolce & Gabbana, Lora Piano, Jacob Coen и многие другие. Устроилась туда чисто случайно. Однажды ночью наткнулась на объявление от Headhunter. Мне часто приходят оттуда объявления. Если ищу работу, то только там. В общем, подала заявку, подала свое резюме, мне на следующий день перезвонили, я пришла на собеседование. И был первый день стажировочный, и теперь еще три. Очень удобный график, три через два. Вообще, знаете, когда выбираю работу, где работать, то руководствуюсь не только заработной платой, но чтобы, во-первых, работа была интересная, во-вторых, чтобы был удобный график. То есть пять через два точно нет, два через два, либо три через два – отлично. То есть целый день работаешь с утра до ночи, зато два дня полностью свободно потом. И третье правило – это чтобы работа находилась в шаговой доступности от дома. То есть я иду 25-30 минут. Ну, не знаю, что скажет. Давайте покажу, что внутри, что продается в магазине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, люди в синих костюмах, очень странные. В парке вообще по утрам очень странные. Я по утрам, по вечерам хожу на работу и, соответственно, с работы через парк Кулибино в Нижнем Новгороде. Вчера тут бегали на физкультуре школьники. Вот, сегодня вообще пусто какие-то люди, а вчера вечером. Была суббота, вечер, и было очень много зомби. Знаете, таких мужиков, которые еле передвигаются с бутылками в руках? В общем, кошмар. Иду я, значит, и подходит ко мне один такой зомби, а у него гигантская матрешка в руках. Ну, настоящая матрешка наша русская. Он подходит и говорит мне, девушка, а вот она вам передает привет и говорит, чтобы вы не печалились, что все будет хорошо. Я ему говорю, ладно, спасибо. Но на самом деле жутко. Наверное, все-таки по вечерам не стоит ходить через парк, хотя тут первый раз я видела такое собрание этих зомбиков. Обычно там просто собачники гуляют, то есть ничего страшного. Наверное, надо по каким-то более людным местам ходить. Кто знает, или маньяки, всякие психи. Сейчас пришли на бизнес-ланч, но что-то тут не совсем понятно, чем нас хотят накормить на бизнес-ланч. Так, нашел, но я не нашла. Я тут хочу взять, знаете, что? Миннестроне. Еще хочу взять фуздили с мидин. Вообще не знаю, что это. Мне очень-очень нравится, вот как пахнет, это масло, потому что это оливковое масло. И я так поняла, что в него я не знаю, что это розмарин, какая-то веточка, не знаю. Может быть, вы знаете, я и не знаю. Чесночок и перчик. И все это будет очень вкусно с фокачченькой, что не дождусь. Очень красивый вид из окна. Смотрите, как красиво. Ням-ням, смотрите, что нам принесли. Это фокаччо. Нам наконец-то принесли супик, сейчас будем кушать. Так, нам принесли второе блюдо. Это картошечка с фрикадельками. А у Олега макарошки с какими-то овощами. Тоже вкусно выглядит. В общем, я попросила, чтобы мне закуповали вот эту вкусняшку. У меня больше просто... У меня еда больше не лезет. Все, мы очень вкусно покушали в домашней Италии. И теперь... И теперь едем в аквапарк. Это мы едем сейчас в Кстово. Вы знаете, всего полчаса, где-то 20, может быть, минут от Нижнего. А все такое тут милое в Кстово. Значит, меня порадовал магазин Радость. Магазин, да, очень милое название. Симптоматологический кабинет Зубок. Чувствуете, как мило? Ну, самое крутое, это то, что Андрей Малахов рекламирует местную оптику. Стоит такой в отчетчиках и рекламирует, интересно, за это будет или нет. Магазин называется Performance. И вы посмотрите, только что тут за кошмар. Не знаю, видно вам или нет. Смотрите, у них всегда найдется наша дверь. Ужас, где они ее взяли, не знаю. Ангел-мама. Замечательное название. А еще вот бомбическое название. Игрушка-недорогушка. Смотрите, вот такой мост, но для тех, кому вообще не лень ходить по ступеням. И вот, пожалуйста, прямо рядом пешеходный переход. Вот место, куда мы пойдем. То есть я не знаю, для кого... О, какая хорошая машина. Первый раз такую вижу. Смотрите, этот мост, то есть я не знаю, для кого. Наверное, правда, кому хочется побольше ходить, не знаю. Ужас. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»